Добрый вечер, в эфире Наши новости. В студии работает Тарас Брезицкий. О главных событиях дня расскажем вам прямо сейчас. Смотрите в первой части выпуска. Сильные ривни, град и смерч. На Крым снова обрушилась непогода. Последствия стихии устраняют сотрудники МЧС. В результате схода дождевой воды сельскохозяйственных угодий потоком был смыт мужчина, который, к сожалению, пострадал. Особенный год для образования не снимает обязанности с абитуриентов. В ЕГЭ в 2020-м сдадут почти 9 тысяч крымских выпускников школ. При условии, что у них они были зарегистрированы на сдачу государственной итоговой тестации. Сотрудники полиции задержали в Севастополе мужчину, который подозревается в серии половых преступлений против несовершеннолетних. Ряд таких эпизодов зафиксирован в субъекте, начиная с 2014 года. Сейчас расследованием подробностей занимаются следственные органы. Накануне очередное преступление не удалось скрыть жителю Ленинского района. Мужчина был задержан при попытке изнасилования жительницы Балаклавы. Уже установлена его причастность к как минимум 10 преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сейчас следствие готовится предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. За прошедшие сутки в Крыму провели почти полторы тысячи исследований на COVID-19. 25 из них положительные. Два случая в Феодосии, три в столице республики. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. С пунктов пропуска под медицинское наблюдение изолировано 128 человек. Подробности у Анны Беляевой. Из общего количества подтвержденных случаев, три выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга. Двое обратилось самостоятельно в связи с клиническими проявлениями инфекции. Три случая в городе Симферополь, из которых два обратились за медицинской помощью. При обследовании был установлен диагноз негоспитальная пневмония, также госпитализированный в седьмую городскую больницу. И третий случай в городе Симферополь, тоже при лабораторном скрининге здоровых лиц был выявлен положительный COVID-19. Больной госпитализирован в седьмую городскую больницу. Новая коронавирусная инфекция на полуострове унесла еще одну жизнь. С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерла пациентка в Евпаторийской городской больнице. В стационар она поступила с тяжелой травмой головного мозга и с рядом сопутствующих хронических заболеваний. На данный момент из 191 пациента, остающихся на лечении с диагнозом COVID-19, 12 в тяжелом состоянии. Все в реанимации Симферопольской городской больнице номер 7. Из них 3 на инвазивной искусственной вентиляции легких, 1 на неинвазивной ИВЛ и 8 на кислородной поддержке. Кроме того, 137 пациентов в средней степени тяжести, 42 пациента в удовлетворительном состоянии. Общее число заболевших с начала пандемии COVID в Крыму 613 человек. Из них 403 человека выздоровели, 21 скончались. Анна Беляева, Служба новостей и ТВ. Крымчане в социальных сетях активно опубликуют отчеты о последствиях непогоды. Сильные ливни прошли практически по всей республике. В отдельных районах выпал град. Помимо машин и проезжей части пострадали и жители многоэтажек. В Роздольненском районе очевидцы сняли гигантский смерч. Ликвидировать последствия непогоды помогали сотрудники главного управления МЧС России по Крыму. О последствиях не на шутку разбушевавшейся стихии в сюжете Марии Моссур. Симферопольский, Первомайский, Джанкойский, Роздольненский районы и Симферополь больше других пострадали от непогоды, разбушевавшейся в минувшие выходные. В Крымской столице и Красногвардейском районе прошел град, который повредил фруктовые сады и сельскохозяйственные угодья. На улице Титова в Симферополе в реку Салгир смыло строительный вагончик, в котором находился мужчина. Его спасли очевидцы происшествия. Приехавшие на место сотрудники МЧС передали пострадавшего медикам. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. В результате исхода дождевой воды с сельскохозяйственных угодий потоком был смыт мужчина, который, к сожалению, пострадал. В результате полученных травм, к сожалению, скончался. Еще одно происшествие, по информации главного управления МЧС России по Крыму, произошло в селе Перевальное Симферопольского района. Несмотря на рекомендации ведомства не посещать горно-лесную местность, группа людей на двух легковых автомобилях попыталась преодолеть брод. Бурным потоком горной реки машины были смыты, люди оказались заблокированы в своих транспортных средствах. К счастью, недалеко от места происшествия оказались спасатели крымские, которые оказали своевременную помощь по излечению пострадавших из транспортных средств и транспортировке их в безопасное место. Крупный смерч прошел в Раздольненском районе. Стихию сняли на видео очевидцы. Рядом с бурей послой стадо коров. Животные на редкое для Крыма явление природы никак не отреагировали. А вот в некоторых районах Симферополя машины буквально утонули. Несколько легковых автомобилей и машина-спецтехники не смогли преодолеть водную гладь на улице Глинки. Помимо автомобилей, проезжей части непогода затронула и многоэтажки Симферополя. Дом на улице Белоку на 15 минувшие выходные превратился в настоящий водопад. Причиной, по мнению жильцов, послужили забитые мусором ливневки. Здесь совочками ребята выгребали и выливали в туалет ванну. А здесь кто чем мог, кто вениками, кто досточкой гребли. А у нас, конечно, вот по лестнице все текло сверху. Так мы тут только успевали выгребать эту воду, потому что по всей лестнице в квартиры бы могло запросить. И, в общем, этот ливень, Ангарский водопад, лил до первого этажа, и тут куча была воды. А в нашей квартире 20 ведер воды были, со стен лилось, и все. В управляющей компании дома о проблеме знают и уверяют – ливневки чистят регулярно. Подтверждает это соответствующий документ. Но с таким количеством осадков они не справляются. Ливневка, да, она не справилась, ливневка. И это не только у них. Это большинство многоэтажных дома, высотки, они этим страдают, потому что, сами понимаете, диаметром 100 труба, и она на такие сильные объемы. Вот представьте себе, если идет сильный поток, когда ливневка просто не успевает это проглатывать и выливать вниз, образуется просто дополнительное давление, озера и так далее. Так ливневки чисты. Непогода в ближайшее время не планирует покидать территорию Крыма. В чрезвычайном ведомстве жители республики просят во время ненасти соблюдать правила безопасности. Не рекомендуется выходить из дома, автолюбители просят воздержаться от поездок. Не стоит находиться вблизи крупных ветхих деревьев и рекламных щитов. Во время штормового предупреждения не следует пребывать вблизи моря. Мария Моссур, Артур Добряков, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Следственный комитет Крыма начал проверку по факту падения 6-летнего ребенка в люк. По информации пресс-службы ведомства, мальчик, находясь с мамой возле их дома, на улице Матезалки, наступил на фанеру и провалился в коллектор для сбора воды. Ребенка, который уже с головой уходил под воду, спас проходивший мимо мужчина. В ведомстве проверяют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают службу и лиц, ответственных за обслуживание территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Пандемия коронавируса в Крыму наложила губительный отпечаток на все сферы жизнедеятельности. Пострадала и образовательная система. Так, выпускники 9-х классов смогли избежать итоговой аттестации. Им баллы присвоили за промежуточные годовые отметки. Однако тем, кто нацелился на получение диплома о высшем образовании, все же придется приложить традиционные усилия для поступления в ВУЗы. В этом году порядка 9 тысяч крымчан будет сдавать второй обязательный для субъекта единый государственный экзамен. Особенный год для всех стал максимально нетипичным для отечественного образования. Даже в сравнении с прошлым, когда Крым впервые присоединился к обязательной сдаче ЕГЭ, президент внес изменения в закон, освободив 9 и 11 классников от обязательной итоговой аттестации. Однако это привилегия лишь для тех, кто решил ограничиться школьным аттестатом. Компания для претендентов на места в ВУЗах стартует с 3 по 25 июля. Все остальные на сегодняшний день уже имеют на руках аттестаты. Помимо этого, те дети, выпускники прошлых лет, которые не получили аттестаты в прошлом году, имели возможность, получили возможность получить эти аттестаты в этом учебном году при условии, что у них они были зарегистрированы на сдачу государственной итоговой аттестации, получили допуск к этой государственной итоговой аттестации. Среди особенностей этого года отсутствие в перечне обязательных к сдаче базовой математики. И русский впервые разделенный на два дня. ЕГЭ сдаст порядка 9 тысяч абитуриентов из Крыма. К испытанию нужно подходить максимально ответственно. Пересдача не предусмотрена. Если ребята не смогли по каким-то причинам набрать необходимое количество баллов, соответственно, они в этом году не смогут поступить в высшее учебное заведение. В Крыму будет работать 77 пунктов сдачи ЕГЭ. Из них большинство на базе учебных заведений, остальные на дому и в медицинском учреждении. Что касается детской оздоровительной компании, ее сроки пока не определены, хотя инфраструктурно и кадрово маленьких крымчан могут принять уже сейчас. В лагеря как загородные, так и дневного пребывания готовятся, закупают необходимое оборудование, десредства, выполняют те требования, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Организациям, принимающим детей, важно соблюсти весь широкий перечень требований Роспотребнадзора, вышедший в конце мая. С 1 июля во всех муниципалитетах откроются лагеря дневного пребывания. Родители призывают позаботиться о своевременном зачислении детей в список. Более 14 категорий детей могут принять участие, так как с неполных семей, многодетные, малообеспеченные, дети-сироты или находящиеся под опекой. Конечно, это дети-лидеры общественных движений, это обязательно талантливые, одаренные дети, потому что в течение года они стараются учиться, им тоже так же нужно оздоровиться. В особенном для образования в 2020 году в Крыму планируется к открытию порядка полусотни загородных лагерей, а также 200 дневного пребывания детей, и помимо этого будут функционировать и специальные досуговые тематические площадки, направленные на организацию развлекательного отдыха в течение дня. Тарас Березицкий, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем, не пропустите во второй части выпуска. В День скорби вся страна приходит на мемориалы вечного огня. Люди вспоминают начало войны. Память должна сохраниться, и для будущих поколений ты должен быть ориентирован на родственные, соответственно, пример того подвига, который наши родные совершили. ФСБ Крыма передала в республиканский архив уникальные рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны. И это было уже зафиксировано, это событие, в акте злодеяния Керченской городской комиссии за 44-й год. В Керчен-Заправке взорвался автомобиль, оборудованный газовой топливной системой. В результате происшествия пострадало 4 человека. Один находится в тяжелом состоянии, еще один в средней степени, у двоих удовлетворительная. Крымское управление Следственного комитета уже начало проверку по факту происшествия. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, нарушены ли требования промышленной безопасности на объекте. Правоохранители уже провели осмотр автомобиля, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, автозаправка предоставила всю требующуюся документацию. Армянский городской суд вынес приговоры в отношении двух граждан Украины, уроженцев Кривого Рога и Одессы, признали виновными в контрабанде сильнодействующих веществ. Их приговорили к лишению свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иностранцы были задержаны сотрудниками пограничного управления на въезде в Крым в пункте пропуска Перекоп. Во время осмотра их багажа было обнаружено несколько упаковок таблеток лирика и шприцы с веществом, которое, по словам владельца, ничто иное, как медицинский препарат тестостерон. Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность образцов категории сильнодействующих веществ, оборот которых в России ограничен. У ветеранов и детей войны, кто еще остался в живых даже спустя многие годы, 22 июня в ушах, стоит рев фашистских мессершмиттов и свист авиабомб. Так в 41-м началась Великая Отечественная война. Спустя 79 лет эту дату мы помним и приходим на вечный огонь с парными букетами гвоздик, чтобы почтить память погибших. Памятные мероприятия прошли в крымской столице. 27 миллионов – это число всех граждан Советского Союза, которые погибли за время войны. О тяжелых потерях мы помним всегда и в годовщину начала Великой Отечественной войны чтим в память многочисленных жертв. Сегодня, в День скорби, и глава Крыма Сергей Аксенов возложил цветы к священному пламени. Память должна сохраниться, и для будущих поколений это должен быть ориентирован, и, соответственно, пример того подвига, который наши родные совершили. Ну а так, что могу сказать, мирного неба над головой, и вот акция «Красная гвоздика», которая проходит, в данном случае мы сегодня принимаем все участия, без исключения, это органы власти, правоохранительные структуры, Министерство обороны. Поэтому это, я считаю, что единый памятный для всей страны день. День скорби еще раз напоминает о том, как за короткий срок вся страна объединилась и встала на защиту близких. Мы помним, насколько сильный, внезапный и подлый удар нашим предкам удалось отбить. Это тот пример, которому необходимо подражать молодежи и тем, кто только идет в школу. Сильнее всего об ужасах напоминают бывшие концентрационные лагеря. Только в Крыму их было около сотни, по всей Европе – тысячи. Сегодня на территории концлагеря «Красный» также прошло памятное мероприятие. Уроки той войны, они очень важны. И поколение сегодняшних, дети, молодежь должны обязательно знать и помнить тот опыт, который дался нам очень трудной ценой. Сегодня, к счастью, не нужно бояться, что завтра или в любой другой день мы засветло услышим рев истребителей и свист авиационных бомб, что наши дома будут крушить танки, а нас самих расстреливать, приставив к стене. Сегодня мирные дни, и мы должны помнить, какую цену за них заплатили предки. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Истории известны детали Керченско-феодосийского или Евпаторийского десанта, освободительной операции Крыма или героических сражений под Севастополем. Куда меньше данных было о временах, когда полуостров находился в оккупации. Специалисты имели в распоряжении лишь обрывки исторической карты. Сегодня ФСБ республики передала в архив документы времен Великой Отечественной, которые долгое время были засекречены. Годы немецкой оккупации для крымчан означали жизнь в постоянном страхе, голоде и десятках деспотичных и угнетающих ограничений, а также законов. Например, цитируем один из документов. Запретить детям езду на санках и коньках по тротуарам и улицам. За нарушение означенного постановления на родителей будет наложен денежный штраф. Или, что еще хуже, введение дословно подушного налога на всех феодосийцев от 18 до 60 лет в размере 2 рублей в месяц. Такими мерами фашисты душили крымчан, лишая воли к жизни и скудных накоплений. В период оккупации пострадали все, вне зависимости от возраста, вне зависимости от национальности, вне зависимости от вероисповедания. Я хочу сказать так. Тоже подтверждение вот этого акта, это у нас подтверждение о том, что в поселке Самострой было уничтожено столько так крымских татар. Татар там пишется. Не только русских уничтожали, не только евреев. От смерти бежали все без исключения. Кто-то укрывался в лесах, кто-то уходил в подполье. Другие за малейшую провинность все же оказывались под дулом фашистских винтовок. Но расстрелы взрослых людей не повергают в такой ужас, как массовое отравление детей. Совсем недавно считалось легендой, что оккупанты заполняли багеровский ров телами школьников, подло убитых ядом. Увы, сегодня это исторический факт, ставший таковым благодаря раскрытию документов. Это не легенда, а это быль. И это быль уже было зафиксировано, это событие, в акте злодеяния Керченской городской комиссии за 44-й год. Вот, к сожалению, почему-то событие, которое было, становится легендой. Это не легенда. Крымчанам, которым удалось остаться в живых в годы оккупации, доставалось едва ли больше, чем самый минимум, необходимый, чтобы продолжить работать. Многим и вовсе немцы оставляли на ужин лишь порцию боли и унижения. Выход на улицу по разрешению, низкие надои, единственную в селе корову на мясо. Еврей не надел белую звезду. Расстрел. На что на что, а на порох и свинец фашисты никогда не скупились. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Назначен новый руководитель Крымской таможни. Им стал Виктор Холичев. В Фейсбук об этом сообщил глава Крыма. Позже Сергей Аксенов лично встретился в своем кабинете с новоназначенным начальником. Холичево в совмении представил руководитель Южного таможенного управления Сергей Пашко. Говорили о ближайших задачах, в частности, по развитию свободной экономической зоны и полноценного обустройства пунктов пропуска. Руководитель таможни получил характеристику от Аксенова как профессионал высокого уровня и отличник службы. Генерал-майор Виктор Холичев родился в Комсомольске-на-Амуре. Он имеет два высших образования. На назначение в Крым руководил Сахалинской таможней, еще раньше Владивостокской. На сегодня это все новости. В студии для вас работал Тарас Брезинский. Желаю вам приятного вечера и всего самого хорошего. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова